приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сейчас сезон баклажанчиков и поэтому мы вспомнили свое путешествие в Узбекистан однажды мы путешествовали по стране были в горах спустились горы Чимган и возле прекрасного горного озера первый раз попробовали салат который хотим предложить и вам это теплый салат невероятно вкусный просто потрясающий поэтому очень советую в принципе я люблю теплые салаты но этот салат это нечто советую вам его попробовать для удобства естественно я не помню как он назывался в том кафе потом его пробовали в Ташкенте и во многих-многих ресторанах Узбекистана вот для удобства давайте назовем его салат Чимган для приготовления салата нам понадобится баклажан ориентируемся на две порции три вот таких вот помидора пять зубочков чеснока и пучок кинзы естественно понадобится хорошее вкусное оливковое масло итак друзья приступим приготовлению сейчас Лариса покажет как нам подготовить продукт в первую очередь подготовим баклажан нам надо его почистить и порезать слайсами лариса покажет как мы это делаем ну собственно говоря чистить баклажан достаточно просто но таким вот образом теперь нарежем баклажанчик слайсами где-то 7 8 миллиметров ну до сантиметра но сантиметр это уже много 7 8 миллиметров толщиной и после этого отложим его в сторону. Он нам пока не понадобится. Следующим этапом нам нужно очистить помидоры от кожуры. Для того, чтобы это сделать легко, вот таким вот образом надрезаем с одной стороны, ну, со стороны противоположной плодоножки, нарезаем помидорчики крест-накрест и ошпариваем их кипяточком. Мы подготовили кипяток, потому что этот салат очень-очень нежный и в нем помидорная шкурка будет совершенно лишней. Запариваем помидорчики. Им надо постоять немножко? Да, чуть-чуть постоять. Отставляем их в сторонку и можем резать чесночок. Чеснок нам надо просто мелко покрошить. Причем чеснокодавилка будет не очень хорошо, потому что... Очень даже нехорошо. Очень нехорошо, да. Потому что чеснок в этом салате именно должен быть меленькими-меленькими кубичками. Вот таким вот образом меленько крошим чесночок. Вообще, чеснокодавилка, на мой взгляд, вот я никогда не видел, чтобы в ресторанах, в кафе пользовались чеснокодавилкой. Я даже не знаю, это может для каких-то соусов подойти, но, по-моему, она вообще портит портит чеснок, переводит продукт, выжимает из него весь сок. Ну, в общем, получается, черт и что, если честно, друзья, простите за такое определение. Поэтому чесночок меленько режем. Для некоторых рецептов чеснок можно подавить ножом, допустим, плоской стороной, но в данном случае его надо именно нарезать на мелкие кубики. Мы покрошили чесночок, и далее нам нужно мелко покрошить кинзу. Вот прям так вместе с хвостиками их удалять не надо. Главное, очень мелко. Берем кинзу и меленько ее нарезаем. Хвостики режем мелко, а листики можно уже не очень мелко. В этом салате, друзья, кинза имеет очень важное значение. То есть, петрушка или какая-нибудь другая зелень сюда, к сожалению, не подойдет. Поэтому вообще кинза моя самая любимая зелень. Ну, собственно говоря, сказываются очень частые наши визиты в страны Азии, в страны Средней Азии, в том числе на Кавказ. Там кинза самая самая главная, наверное, вот зелень. Ну, и наши помидорчики запарились, теперь снимем с них кожуру. После того, как помидоры запарились, она снимается достаточно легко. Ну, и, собственно говоря, сами помидоры, так как салат у нас теплый, сами помидоры, они уже немножко прогрелись в кипятке, в котором мы их залили. Вот так вот. Потерял ли нить повествования. Как видите, шкурочка снимается очень легко. Почистили помидорчики, из всех помидорчиков вырезаем плодоножки. Так как салат у нас должен быть нежный, чтобы у нас ничего не попадалось. Теперь их надо порезать, друзья, на квадратики. Режим и провязываем. Вот таким вот образом. Порезали помидорчики и теперь выкладываем нашу зелень и чесночок туда же к помидорчикам. Вот так вот равномерно распределяем. После этого нам нужно приготовить баклажаны. Для этого нам понадобится сковородка и оливковое масло. Можно использовать подсолнечное, но мы используем в сковородочку. Наливаем оливкового масла и начинаем обжаривать баклажанчики, наши слайсики. Обжаривать будем до золотистого цвета. Выкладываем их на сковородочку и через несколько минут мы покажем до какого состояния они должны обжариться. Через 2 минуты перевернем баклажанчики. Видите, вот они подрумянились с одной стороны. Переворачиваем их на другую сторону и жарим еще пару минут. Перевернули баклажанчики несколько раз. Всего жарили где-то около 5 минут. Вот они приобрели такой красивый золотистый цвет. И теперь прям горячие баклажаны выкладываем поверх нашего салата. Салат будет нагреваться и пропитываться вот этим маслом, соком баклажан. кинза кинза и чесночок будет отдавать свой аромат, значительно усиливать и отдавать всему салату. Жарим вторую порцию баклажанчиков. Пожарили вторую порцию баклажанчиков и точно так же выкладываем их сверху для того, чтобы наш салатик прогревался. Насколько мы его оставляем прогреваться? В принципе и не оставляем. То есть все уже, да? Они за счет первой порции уже немножко прогрели. Сейчас нам порезать это все нужно и заправить. Сейчас тогда будем резать и заправлять. Снимаем наши баклажанчики с салатика и режем их. В это время салатик хорошо прогрелся. Можно не обращать внимания на ту зелень, которая к ним прилипла. Совершенно ничем она нам не помешает. И режем вот такими полосочками. Ай, как пахнет! Кинза дала запах, чесночок дал запах. Просто волшебно! Выкладываем все это в наш салат. салат. у нас получается такой. Он очень-очень нежный. И вот еще его характерная особенность в том, тщательно все перемешиваем, характерная особенность в том, что он достаточно в него много масла используется. салат. То есть, часть масла стекла с баклажанов и часть масла мы еще добавим. Солим по вкусу, естественно. Никаких больше специй, приправ, ничего не добавляем. в принципе, если вы не любите очень жирное или там не едите много растительного масла по каким-то соображениям, то вот сейчас вот он достаточно жирненький. Но я люблю, когда много масла. Я реально очень люблю оливковое масло в принципе. И люблю, когда в этом салате много масла. Оно напитывается вкусом кинзы, вкусом чеснока. И после того, как я съедаю салат, я потом еще хлебушком вымакиваю вот этот вот соус, который остается. Естественно, там и сок помидорки. Такое. Ой, слюнки потекли. Какой божественный запах. Друзья, попробуйте сделать. Вам очень понравится. И, собственно говоря, наш салат готов к подаче на стол. Выкладываем его на тарелочку и можем пробовать. Дегустировать на камеру не буду. Блюдо достаточно простое. Поверьте, оно невероятно вкусное. И очень рекомендую попробовать такой салат. Кстати, господа мужчины, отличная закуска. Просто отличная, скажу вам по секрету. Мне очень нравится под холодненькую водочку. Это нечто. Ну, собственно говоря, и просто на ужин, даже без водочки, тоже очень-очень круто. Вот такой замечательный салатик у нас получился. Надеюсь, наше видео, друзья, было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем снимать для вас новое видео. Если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению этого салата или по приготовлению любых других блюд, задавайте их в комментариях. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok